Он приехал в Троицкую Дубраву работать фельдшером сразу после учёбы в Рязани в 1968 году, а уже через 12 лет создал обелиск в виде автомата ППШ с поднятым в небо стволом. Владимир Николаевич Самоченков признаётся, сделал это в память о воевавших с фашистами земляках. В числе их был и отец Николай Ильич. Его портрет теперь стоит рядом с обелиском. Всю войну прошёл с 1941 по 1945 года. Служил свидистом, получил несколько ранений, награждён орденами, медалями. И после войны тоже в армии был. В последнее время был преподавателем арт-училища в Тамбове, химзащиты. Эта фотография сделана в 1980-м, когда поставили обелиск. Тогда он стоял прямо на земле, без постамента. По эскизу Владимира Николаевича конструкцию собрали на заводе. Слова и цифры, изображения ордена сначала написали краской, и только спустя годы автор сделал их из металла. Здесь он посадил сосны и берёзы, устроил цветочные клумбы, а несколько лет назад выложил плиткой всю территорию. В Троице не было, в Малиновке не было обелиска, а участники приходили на 9 мая, негде иным. Но я пообещал им, я говорю, сделаем памятник. Ну, конечно, не один, помогли. В Голдымске, которое предприятие, сварили вот ребята, большую помощь. Один ничего бы не сделал. Все стали помогать. Этой весной автор монумента серьёзно расширил композицию. Установил стенды с именами вернувшихся и павших на полях сражений. Установил обелиск. Информацию брал из самых разных источников. Очень помог ему в этом местный писатель Сергей Петрович Першин. Он отыскал в книге памяти сотни имён воевавших односельчан и помог увековечить их. Имя его отца, который прошёл войну от начала до Курска-Дуги, тоже здесь. Раз мы захотели сделать стенд, то на этом стенде они должны быть. И эти фамилии, со слов пожилых людей, которые знали участников войны, которые умерли сразу после возвращения. Ведь сколько фронтовиков пришло и умерло молодыми в 48-м, 49-м, 52-м годах. Сергей Петрович продолжает хранить память о фронтовиках и в собственных книгах. Последнюю он издаст совсем скоро, в сентябре-октябре. Это цикл из 12 рассказов и двух повестей под общим названием «Заповедь». В ней события 21 века перекликаются с периодом войны. Этот монумент почти живой в воплощении памяти павших и вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны. Владимир Николаевич и дальше продолжит украшать его и расширять списки имён на стендах, чтобы поколение нынешних мальчишек и девчонок могло хотя бы отчасти ощутить масштаб подвига земляков. Дмитрий Шапкин, Али Косипов, Евгений Мещеряков. Область новостей.